Если вы работаете на телевидении, вам надо определиться, для кого вы работаете и на кого вы работаете. Если вы работаете на богатого дядьку, который взял принцип никому не платить, потому что он такой большой и великий и могучий, то вам купят и телевизионную студию, и вам, возможно, дадут возможность вести аналитические программы. Только прежде чем вести аналитические программы, необходимо все-таки рассчитываться по долгам, а иначе как-то некрасиво получается. Если вы работаете для горожан и на горожан, то ваша студия это будет, извините, природа, ваша личная камера будет куплена в кредит или в лизинг, и вы должны сделать материалы, чтобы успокоить горожан. И вот тут мы говорим о конфликте мнений. Лично мое мнение, что кризиса в городе нет. Мнение другой телевизионной компании, что кризис есть и кризис будет. А теперь читаем между строк. Если кризис будет, то, ребята, вот вам 45 дней с вами не рассчитывались, с вами не рассчитаются и в дальнейшем. Поэтому, а теперь уже мое мнение, поэтому, ребята, необходимо жить за свой счет и на свои деньги. И мы вернемся в тот самый 96-й год, 12 лет назад. Помните, ни зимы не было, также кризис, ни платежей было, ничего, выжили. Потому что, потому что, а посмотрите на улицу и закройте глаза. Вот представим, год 96-й, нету ни торговых предприятий, нету ни замечательных автокомплексов, нету ничего. Тогда да, можно было писать репму. Сейчас, сейчас очень много предприятий, сейчас развлекательные центры, сейчас таксисты. Да сейчас много людей, которые никогда, никогда не пойдут работать в левобережную часть города Магнитогорска. И вот эти ребята могут, могут позволить себе жить по-прежнему, да немного экономит. Но, сейчас и сегодня, мы, допустим, в качестве телевизионного сюрприза предлагаем снижение цен. А что касается Автограда. То, что не так давно казалось вам недоступным, сейчас вполне реально приобрести. Со своей стороны, могу смело заявить, что придя в Автоград и совершенно не понимая в резине ничего, я не почувствовала себя валенком. Более того, меня приятно удивило то, что отнеслись ко мне с большим уважением и одарили приятными подарками. Кризис в переводе с китайского – это новые времена. Ну, по-моему, новые времена или новое время для свершения. Какие предложения от Автограда для свершения новых дел? Да, в Автограде не принято говорить «кризис», мы не упоминаем этот термин. Новые времена, и мы готовы работать в новые времена гибко. В чем наша гибкость? Наша гибкость заключается в том, что мы проводим различного рода акции. В данный момент мы готовы людям, приобретающим три шины, четвертую шину отдавать абсолютно бесплатно. При этом мы не повышали ценник на шину в целом. То есть приобретаете у нас три шины, четвертую вы получаете бесплатно. Это та акция, которую мы проводим сейчас, ну, до Нового года минимум, если будет необходимо, продолжим до конца февраля. Я еще знаю, что Автоград – это всегда был территорией не только низких, но еще и приятных цен. Приятные цены будут удивлять и в дальнейшем. И к тому же хочется отметить, что какие бы ни были новые времена, Новый год никто не отменял. То есть в преддверии праздника мы готовим интересные цены на различного рода аксессуары. То есть не обязательно человеку покупать для своего автомобиля эти аксессуары, допустим, если у него все есть. Можно купить в качестве подарка, подарить другу, родственнику и сделать таким образом приятное человеку. Именно здесь я почувствовала приближение волшебного праздника. Честное слово, ну, очень меня утомили разговоры о кризисе. И в Автограде помогли мне о нем позабыть. Перетрубация с банками – это перетрубация с страховыми компаниями. А на дворе, между прочим, то склизко, то совсем уж скользко. И если у человека все-таки старый автомобиль, что? Если у человека старый автомобиль, поддержанный, будем точно говорить, и у него изношены шины, мы приглашаем в наши шинные центры. Мы готовы человеку продать три шины, а четвертую отдать абсолютно бесплатно. Мы готовы это делать. Либо если у вас новый автомобиль, вы только его приобрели, приезжайте в шинные центры Автоград. У нас широчайший выбор шин. На любые автомобили три вы приобретаете шины, одну шину мы вам отдаем бесплатно. А где скидки? Ну, уже надоели. В общем-то, всем скидки, скидки, скидки. Мы решили что-то дарить существенное, что-то отдавать бесплатно. Ну, говоря о приятных подарках, могу сказать, при покупке трех шин четвертая бесплатно. Экономия 4 990 рублей. Что такое 4 990 рублей? Для нас это понятно, куда мы можем их потратить в преддверии Нового года.